В эфире итоговая программа «Местное время». В этом выпуске узнаем все, чем запомнилась минувшая неделя. С вами Евгения Ширникова. Здравствуйте. Всероссийская тренировка по гражданской обороне объявлена 4 октября. 82 года назад была создана система ГОИЧС в России. В пятницу в рамках масштабного мероприятия состоялись учения, а также экскурсия для учащихся МЧС-класса из 39-й школы. Единый центр приема и обработки вызовов. Святая святых ангарской службы ГОИЧС или сердце гражданской обороны района – это единая дежурно-диспетчерская служба, куда первым делом отправились ребята из МЧС-класса. Здесь первыми принимают сигналы СОС и знают о каждом происшествии в городе. Именно отсюда в случае ЧП будет дана команда об оповещении населения. Жители ангарского района услышат сигнал «Внимание всем». Для жителей самое главное, я считаю, это знать, что такое сигналы и знать, как получить информацию. А следующее уже – это соблюдать принципы защиты. Это, опять же, основные принципы эвакуации, укрытия и обеспечения средствами защиты. О том, как оказать первую медицинскую помощь и как работают средства индивидуальной защиты, должен знать каждый и со школьной скамьи. А для учащихся класса МЧС эти знания как отче наш. Ведь именно эти школьники в скором времени примут эстафетную палочку сегодняшних спасателей, пожарных и специалистов по гражданской обороне и ликвидации ЧС. «Противогазы. Вот последние марки противогазов, которые представлены. Вот этот противогаз, он сейчас называется 7БК. И мы видим, что у него что есть? Переговорное устройство, очковый узел, клапан вдоха». Ребята побывали в гостях и у своих старших наставников в помещении Юго-Западного поисково-спасательного отряда. Будущая смена интересовалась буквально всем, начиная от оборудования, предназначенного для спасения людей, и заканчивая реальными историями из уст тех, кто первыми приходит на помощь. Ольга Дилибера, Владимир Сливанов, Местное время. В зале заседания администрации города Ангарска состоялась комиссия по безопасности дорожного движения. Проблемы ангарских дорог сотрудники ГИБДД обсудили с представителями департамента ЖКХ. Речь шла о самых аварийных участках, неисправных светофорах и состоянии разметки. О том, когда магистрали приведут в надлежащий вид, узнаем из сюжета. Предписание за предписанием, штраф за штрафом, и в городе наконец-то начался долгожданный глобальный ремонт асфальтового покрытия и тротуаров. Этой осенью на городских магистралях появилось больше искусственных неровностей, так называемых лежачих полицейских. От асфальтовых городские власти стараются уже отходить. Большей популярностью пользуются резиновые. Их уложили на аварийно опасных участках дороги и вблизи школ. Острым вопросом стало недостаточное количество в городе кнопочных светофоров. Ставят делальный вызов по пешеходному вызову светофор, потому что это один из опасных участков. Намного опаснее, чем возле торгового дома севера. Еще одна ангарская проблема – внутриквартальные проезды. Чтобы их отремонтировать, с инициативой должны выступить собственники. Также на комиссию был вынесен вопрос о внеуличных светофорах – подземных и наземных. Их ставят в основном в крупных городах. И если пешеходопоток составляет от 400 до 600 человек в час в дневное время. Если выяснится, что таковые действительно нужны, на их изготовление понадобятся колоссальные затраты времени, сил и финансов. Сели, подумали, где у нас реально возможно сделать внеуличный пешеходный переход. Первым делом, конечно, у нас пришла в голову родина. Пешеходопоток большой, все, но в технической возможности его нет там сделать. Там рельсы, там узкие тротуары, то есть там 181-й закон о защите прав инвалидов потом не учтется и никак не сделаешь. Вот это все предлагаю совместно обсудить. На разметку в этом году потратили уже 9 миллионов из заявленных 10. Теперь, к слову, администрация города будет отвечать не только за нанесение разметки, но и за ее содержание. Вообще нанесение желто-белого пластика на переходы сейчас в приоритете. Также, согласно новым изменениям в федеральном законе, ко всем пешеходным переходам до 2017 года нужно сделать ограждение. Значит, сейчас требования изменились. Около каждого пешеходного перехода нужно устанавливать ограждение. Мы порядка 19 миллионов за счет экономии выходили с предложения внести изменения в бюджет. И в счет экономии нам сумму закрепить 19 миллионов рублей только в этом году на эти переходы. К сожалению, в августе эти изменения Дума не принял. Вот Дмитрий Михайлович был свидетелем Думы, это Думе. В сентябре депутаты опять эти изменения не приняли. Мы многого не просим. Согласно муниципальному контракту, все работы должны быть выполнены до 15 октября текущего года. Уже определены подрядчики и на выполнение зимних работ в дорожной сети города. Сумма контракта составит более 20 миллионов рублей. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время. Если проблема с безопасностью на ангарских дорогах медленно, но решается, то городские парки и скверы с 30 сентября и вовсе оставлены без присмотра. Патрулирование полицейских и казаков, начатое в августе этого года, больше не ведется. В чем причина, узнавала Ольга Дерибера. Совместное патрулирование полицейских и казаков в ангарских парках горожане оценили с первых же дней. В августе наша съемочная группа выезжала в один из таких рейдов. Но полезное дело, благодаря которому в сводках ангарского УМВД заметно снизились криминогенные показатели, приказала долго жить. 30 сентября патрулирование в скверах было прекращено. О причинах нам рассказал атаман Нижнеиркутского казачьего округа Александр Машуков. Как выяснилось, договор об охране общественного порядка между казаками и городской администрацией был заключен еще летом. Со стороны казаков обязательства были выполнены полностью. А вот представители муниципалитета оплачивать их услуги не спешили, ссылаясь на то, что решение должны принять депутаты Думы города Ангарска. Оказалось, что вот с этими политическими интригами разными, наши депутаты дважды собирались и дважды отложили принятие этого вопроса. Но когда мы заключали договор, мы не знали, что и это тоже идет как раз под эти нужды, что их еще кто-то должен когда-то принять, сделать и все. То есть практически мы работали заведомо обманутые. Ну не бежать же сейчас по судам, хотя может быть даже придется. В администрации признали, что условия договоренности с казаками о патрулировании в парках соблюдены не были. Мы не выполняем условия договора. То есть у нас было решение такого порядка. Они работают до принятия решения депутатами. Депутаты, к сожалению, просто сняли этот вопрос. Они его даже рассматривать не стали. Вот в чем проблема. Хотя перед этим я с некоторыми депутатами разговаривал на эту тему. Они все поддерживают. Да, да, это надо, необходимо. И мне не совсем понятна вот эта позиция. Почему решение вопроса переносится из заседания в заседание, сказать трудно. Однако работа по охране проведена, а уверенность казаков в том, что их труд будет оплачен, тает с каждым днем. Видимо, казакам нужно было брать пример с героя известного советского фильма. Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги, утром стулья. Ну все, ясно, ясно. А можно так? Утром стулья. А днем деньги. Можем. Но деньги вперед! Муниципалитет задолжал казакам около четверти миллиона рублей. Вполне возможно, в ближайшее время они обратятся в суд. Хотя в проигрыше, по сути, и администрация. Ведь спокойствие рядовых горожан теперь под угрозой. Ольга Дельбера, Владимир Сливанов, Местное время. В Ангарске планируется массовая застройка. В планах проектировщиков – возведение целых микрорайонов, крупных транспортных развязок и даже нового кладбища. Во вторник в Департаменте архитектуры и градостроительства состоялись публичные слушания, где авторы рассказали о своих проектах. Продолжение темы в сюжете далее. Генплан – это документ, по которому город будет развиваться. Согласно последней редакции, Ангарск должен расти в сторону Иркутска, со стороны улицы Декабристов. Крупномасштабное строительство планируется и в районе Еловского водохранилища. Еще один вопрос, который подняли проектировщики – это выбор места для нового кладбища. Однако ангарчане, пришедшие на слушание, отнеслись к этой идее весьма прохладно и даже с юмором. Там еще, по-моему, нашим детям места хватит. Я предполагаю, что вопрос резервирования площадки возник не случайно. Однако новое кладбище ангарчан все же будет, пообещали проектировщики. Правда, территорию под него пока не выбрали. Еще один немаловажный вопрос – это границы пригородных районов. Речь идет о промзоне, станции Суховской, микрорайонах Китой, Цементной, Юго-Восточной, а также в садоводствах. Там такая ситуация, что часть земельных участков поставлена на красный учет как земли населенных пунктов, часть земельных участков поставлена как земли сельхозназначение. Они еще, точнее, не поставлены на красный учет, но это нужно упорядочить. Это нужно, видимо, тем людям, которые там проживают и администрации решить этот вопрос, как это будет. Если там люди хотят прописаться. Вопросы прописки, инфраструктуры и границы ответственности за ту или иную территорию и должен прояснить генеральный план города. Впрочем, специалисты не только пытаются привести в порядок документы по уже существующим постройкам, но и планируют заняться новыми. То есть, а параллель может быть никого не сказать? Да, совершенно верно. Специалисты горпроекта поделились весьма радужными планами по строительству целых кварталов и микрорайонов для почти 10 тысяч новоселов. Но пока все это только планы. Внести свои замечания или предложения по поводу изменений в генплан может любой желающий до 29 октября этого года. После проект представят на рассмотрение Думи Ангарска. И уже депутатам предстоит решить, как будет развиваться наш город. Евгения Шильникова, Владимир Селиванов. Местное время. Закончился первый месяц учебного года. Этой осенью классы ангарских школ пополнились новыми учениками. 154 ребенка из украинских семей сели за парты вместе с ангарчанами. Переселенцев обеспечили канцелярией, формой и учебниками. Однако это были не все трудности. О том, как дети справляются с российской школьной программой, узнавала наш корреспондент Яна Попова. По данным Управления образования, в ангарском районе проживает 1004 беженца. В том числе 362 ребенка разного возраста. 154 из них – школьники. Все они с сентября начали учиться в 9 городских учреждениях. Однако сейчас ситуация изменилась. К примеру, в 30-й школе вместо зачисленных 24 украинских детей, сейчас обучаются только 14. Остальных перевели в соседние районы – Шериховский, Черемховский и Усольский – в связи с очередным переездом их семей. У нас с вами стоит точка, мы закончили. Поставили точку, а из одной точки запятую. Практически все семьи переселенцев живут в отдаленных загородных лагерях. Однако с перевозкой школьников до места учебы проблем нет. В сегодняшний день в основном дети доставляются путем рейсовых автобусов, где они вместе с родителями имеют проездные билеты и приезжают в город. А вот взрослым попасть в школу, например, на родительское собрание уже труднее. Также, по словам педагогов, не все украинские ученики смогли пройти специальное тестирование. Программа, которая существует в России, значит, по утверждению и самих ребятишек, и их родителей, она сложнее, чем та, которая была у них на родине. Они это отмечают. Именно поэтому и проводилось тестирование, в ходе которого была возможность выявить уровень подготовки учащегося и определить его именно в тот класс, который соответствует его уровню подготовки. То есть кто-то остался на повторный год обучения. То есть на Украине они закончили второй класс и повторно у нас проходят второй класс. Многие предметы из школьной программы новоиспеченным ученикам даются с большим трудом. Одни дисциплины изучались минимум часов, а другие и вовсе отсутствовали. Ну, сначала стреляли там не близко, потом мы с мамой уехали, а у меня там остался папа, две бабушки и тетя. Ну, они попали под бомбежку, вот, ну, видели, как бомбят, были в бомбоубежище. Вот, ну, а мы в тот момент уехали. Ну, у нас истории не было, в общем-то, в Украине, мы ее не учили. Ну, мы так знали, на некоторых уроках учили что-то. Вот, здесь нормально, русский у нас тоже был. Вообще он у нас был один раз в неделю, но нам учитель делал его, там, три раза в неделю вместо каких-то уроков. Ну, они учат площади неровных фигур, мы этого не учили. Вот, я второй раз в четвертом классе, и мы этого не учили. Учиться в русских школах украинским детям нравится, по крайней мере, так и не говорят сами. Сложный образовательный процесс стараются облегчить для них и педагоги, и одноклассники. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время. У всех талантливых ангарчан появилась уникальная возможность проявить себя и найти своего зрителя. Ресторан «Барин» объявляет о начале творческого конкурса. Все подробности смотрите в сюжете. Твоя минута славы! Именно так называется творческий конкурс, который организует ресторан «Барин». Цель проекта – собрать на одной сцене самые яркие ангарские таланты. Ресторан «Барин» славится своими тематическими программами и творческими вечерами. Однако музыкальный конкурс такого масштаба здесь проводится впервые. Ну и, конечно, захотелось сделать это мероприятие таким значимым, большим, как шоу какое-то. Стали привлекать разных партнеров. Ну и, естественно, сразу много желающих возникло поучаствовать в этом конкурсе. Начали оставлять заявки на нашем сайте, приходить сюда, узнавать. Сейчас идет предварительный отбор участников конкурса. Принимаются заявки на бронирование столиков. Оценивать творческие номера будет высококвалифицированное жюри из профессиональных композиторов, известных вокалистов, хореографов и представителей творческих профессий. Уже сейчас понятно, что ангарчан ждет зрелищное шоу, состоящее из различных жанров. Сочинял довольно недолго. Если муза тебя поймает, почему бы его не сочинить очень быстро? Песня называется «Мой дом». Она... Это метафора. На самом деле там говорится о душе человека. Песня очень интересная. Я думаю, вам понравится. Первый тур конкурса пройдет 23 октября. А в середине ноября состоится финальный концерт, на котором и будут определены победители. Организаторы конкурса и партнеры проекта в качестве призов подготовили 3 денежных сертификата на 15, 20 и 30 тысяч рублей. Ознакомиться с правилами и подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте ресторана «Барин». Ну а всю необходимую информацию вам также предоставят по телефону 68 46 46. Это были главные события недели. Смотрите нас в интернете. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok